Предоставление государственных и муниципальных услуг – одно из важнейших направлений работы органов власти. Причем как с точки зрения эффективности взаимодействия с населением, так и с точки зрения коррупциогенности. К сожалению, народная мудрость «не подмажешь, не поедешь» слишком хорошо знакома и чиновникам, и тем, кто к ним обращается. Свести личные контакты до минимума, а эффективность повысить до максимума – призваны многофункциональные центры. Исключение фактов коррупции – одна из главных предпосылок организации службы одного окна. Задача – минимизировать общение граждан с чиновниками. Я не стала бы говорить, что до создания МФЦ коррупция у нас в республике была уж таких прям угрожающих размеров. Но, тем не менее, конечно, факты материального стимулирования государственных и муниципальных служащих присутствовали. Присутствовали по каким-то там предоставлению разрешительных документов, при той же постановке в очередь на жилье, в детские сады, при предоставлении различных форм государственной поддержки. И вот хотела бы я тоже отметить, что в результате опросов населения, в результате опросов получателей государственных услуг, можно констатировать, что уровень коррупциогенности, который они оценивают, снизился у нас в республике с 7,6% в 2012 году до 4,5% по итогам 2014 года. Уровень коррупциогенности Минэкономразвития оценивает по итогам соцопросов. Критерий один – удельный вес случаев материального поощрения чиновников за оказанные услуги в общем количестве обращений. Специалисты, работающие в МФЦ, не являются ни государственными, ни муниципальными служащими. Анатолий Немцев, подобно многим молодым людям, разослал резюме в разные организации «Взялись сюда». Говорит, что работа нравится, хотя простой и легкой ее не назовешь. Мне нравится, коллективом хорошим, удобное место работы, как вы можете видеть, каждая у нас кабинка для отдельного человека сделана, нет такого у нас, какой-то проходной, спокойно со всеми людьми можно разговаривать. При необходимости, пожалуйста, есть видеофиксация, голосовая фиксация любых разговоров, любой вопрос всегда можно будет решить. Не стоит забывать и о другой цели службы одного окна – максимальное снижение физической и моральной нагрузки для граждан, обращающихся за услугами. Во-первых, не надо бегать по разным инстанциям и собирать большое количество справок. Во-вторых, стоять в очередях в коридорах власти попросту неудобно. МФЦ же строились специально для того, чтобы заявители получали услуги в нормальных условиях. Многофункциональный центр на улице Ленинградской в Чебоксарах – самый большой из всех в Чувашии. Именно на него приходится самая большая нагрузка, хотя на первый взгляд и не скажешь. Днем на этажах немноголюдно. После пяти вечера посетителей станет гораздо больше. Но даже в этом случае время ожидания увеличивается ненамного. Работа по сокращению времени ожидания в очереди ведется постоянно. В прошедшем году мы открыли филиал в здании ДК «Салют». Открыли четыре окна в здании Сбербанка. Работа эта продолжается. Нынче объявлен конкурс. Проводится рассмотрение заявок поданных по строительству филиала в Новоюжном районе, недалеко от ДК «Тракторостроителей». Поэтому, будем говорить, наши мощности – это окно, рабочее окно. И этих окон к концу 2015 года, ну, может быть, начало 2016 года будет в два раза больше. Посетители, ради которых все это делалось и делается, усилия властей оценили. К услугам МФЦ люди прибегают в совершенно разных случаях. А результат, как правило, одинаковый. Быстрое и спокойное решение вопроса. Часто обращаемся. У меня родился ребенок недавно. И я тут и в садик встаивала, и пособие все оформлял. Сейчас пришла продлевать пособие. Ну, и в будущем, надеюсь, так уж очень нравится. Ввиду того, что я профессиональный риэлтор, поэтому очень часто, в неделю, несколько раз. Причем по самым разным вопросам. Сроки здесь еще более удобные и выгодные, чем в основных регистрирующих органах. То есть они действительно еще и короче. Очереди меньше. Помимо увеличения количества окон, МФЦ ведет планомерную работу по расширению перечня оказываемых услуг. На сегодня их 186, но может быть вдвое больше. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика.